Особое мнение на 101FM Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. А своё особое мнение высказывает Дмитрий Царёв. Дмитрий приехал на невольнинские чтения, которые регулярно проводятся, ежегодно проводятся в нашем городе. И надо представить, конечно, Дмитрий. Во-первых, добрый день. Во-вторых, надо сказать, что Дмитрий руководитель практики государственно-частного партнёрства, юридической компании «Яковлев и партнёры». И именно с этой темой о том, как развивается ГЧП в нашей стране, в регионах, в муниципалитетах, какие там есть опасности, почему не развивается, что об этом думают люди разные, бизнес-чиновники. Об этом как раз и говорил Дмитрий на вот этих невольнинских чтениях. Мы немножко можем сегодня путаться во времени, потому что мы записываемся в четверг, какое сегодня число, 12-е сегодня число, а выходит программа в понедельник. Вот об этом нашим слушателям надо сказать. Мы побеседовали немного до эфира по поводу государственно-частного партнёрства и что с ним происходит в нашей стране. И мы, конечно, сегодня и основы попытаемся повторить ГЧП, потому что, на мой взгляд, вот из моей практики, сколько эфиров было проведено, сколько разговоров и интервью с бизнесом и с чиновниками по поводу развития ГЧП в Кировской области прошло. На мой взгляд, государственно-частное партнёрство в нашем регионе не то чтобы не сильно развито, а вообще не развивается. Вот у меня такое сложилось мнение. А что вы по этому поводу скажете? Ну, на самом деле, у каждого ощущения могут быть свои по поводу развития и развития ГЧП. Если пытаться быть более-менее объективным, то можно сослаться, наверное, на исследование, которое действительно недавно было проведено в Министерстве экономического развития, в феврале оно было опубликовано. И это исследование, его результатом стал рейтинг регионов по уровню развития ГЧП в Российской Федерации. И, исходя из этих данных, Кировская область занимает 36-е место в Российской Федерации. Так это прекрасно, но в первой половине. Да, такой твёрдый середняк в плане развития ГЧП. И вот у меня сразу вопрос. То есть, если мы на 36-м месте, и по ощущениям ГЧП у нас не развивается вообще, то где эти регионы, где ГЧП действительно развиты, и что вообще происходит со всей остальной страной? Потому что разве мы можем говорить о том, что государственно-частное партнёрство это прям такой инструмент, который экономику сейчас поднимает? Ну, опять же, оценки могут быть разные. Опять же, возвращаясь к ещё одному исследованию, которое было поедено Министерством экономического развития. А Министерство экономического развития – это, в принципе, тот орган, который эту тему всячески развивает уже не первые десятилетия. По данным Министерства экономического развития на сегодняшний день действующей концессии более трёх тысяч. И объём инвестирования в эти проекты по оценкам Министерства экономического развития на сегодняшний день составляет порядка 1,7 триллиона рублей. Из них 1,2 триллиона рублей – это частные деньги. Если… Ну, у нас нет оснований этим данным не доверять. Если на них ориентируются, то, в принципе, ситуация выглядит, но, если не сказать, очень радужно, но вполне себе рабочая. А регионы-лидеры в отношении ГЧП – это какие регионы? Регионы-лидеры, ну, если мы говорим про регионы ближайшие, то самую верхнюю строчку занимает Самара, довольно высокого рейтинга Нижегородская область, Турмуртия на 16-м месте. Это важно, это соседи наши, родственники почти. 16-е и 36-е. Ну, не сказать, что отрыв совершенно как бы невосполнимый. Еще, опять же, нужно понимать, что эти рейтинги, они составляются тоже на основании критериев, которые можно по-разному оценивать. Но, в целом, такого колоссального отрыва нет. И, в общем-то, не сказать, что Кировская область безнадежна, тем более, если да, есть возможность прибавить. Давайте вспомним, когда ГЧП вообще в российской экономике как инструмент зазвучало. Ну, опять же, если мы говорим о каких-то объективных вещах, закон о концессионных соглашениях, о концессии, составляет на сегодняшний день подавляющее количество ГЧП-проектов. Закон был принят в 2005 году, то есть, фактически, в этом году уже 15 лет закона. Это большой срок или маленький 15 лет? Ну, я думаю, что срок немаленький. Все-таки, если мы там рассоединяем нашу экономику рыночную, датируем начало 90-х годов, из 30 лет ее развития половина этого ГЧП, в принципе, срок немалый. Но, на самом деле, активно начало обсуждаться, эти вопросы начали обсуждаться, скорее, где-то в годах, ну, в десятых, скажем так, годах, да, вот до 2014-го. Это было очень так активно все, ну, и сейчас продолжается. В 2015 году был принят закон о ГЧП, который, помимо концессии, присматривал еще другие формы государственного частного партнерства. То есть, в принципе, не сказать, что это направление вообще не развито или там только начинает развиваться, тоже нельзя, сложилась и практика, и бизнес-сообщество определенное, которое этим вещами занимается. С какой целью вводился этот инструмент? Что там было в основе? Какая экономическая модель? Ну, наверное, тут было сразу несколько драйверов того, что этот институт появился. Ну, во-первых, понятно, был использован международный опыт. Значит, основным драйвером, на мой взгляд, являлись все-таки кредитные организации, поскольку, ну, тут надо двух словах буквально сказать о том вообще, что такое ГЧП, потому что на этот счет очень много существует разных, ну, скажем так, предрассудков и какого-то недопонимания. На самом деле, государственное частное партнерство, в общем-то, это один из видов проектного финансирования. Проектное финансирование – это, в общем-то, одно из направлений банковской деятельности. Основное направление все-таки, скорее, это непосредственно кредиты, а вот еще одно направление альтернативное, каким образом банки зарабатывают деньги, финансируя проект, это проектное финансирование. В двух словах, суть ГЧП, в общем-то, состоит в том, что деньги даются не под залог какого-то актива или какого-то бизнеса, а деньги даются под будущий проект. И, соответственно, для поступления этого проекта, по идее, должны банку вернуть те средства, которые он вложил. И эти же деньги возвращают средства, вложенные инвестору, и, соответственно, публичное образование, если публичная страна в таком проектно-финансировании тоже участвует. И последним таким характеристикой такой сутьевой ГЧП является то, что это проект в сфере инфраструктуры. Вот, собственно, что такое ГЧП. Все остальные формы, известные законодательству и практике, они формально ГЧП не являются, и мне кажется, здесь надо вот так мухи от котлет отделять, чтобы он просто в этих вещах не путался. То есть, в основном, драйверами были банки, и их интерес понятен, но и также понятен интерес населения, которое получает публичную услугу, в идее нормального качества, интерес публичного образования, которое эту публичную услугу предоставляет, экономим бюджетные средства, ну и интерес, как бы, от этих всех стейкхолдеров, он, в общем-то, понятен. Я правильно поняла, если мы говорим об инфраструктурных проектах, то вот этот механизм вводился, учитывая, что инфраструктура в Российской Федерации была крайне гнилой, старой, разрушенной. Это все, это дороги, это водопроводы, что там еще, это тепло, да, теплоснабжающее, теплоснабжающее, теплопроводы и прочие инфраструктурные проекты. И надо было искать инструмент для максимально быстрого решения этих проблем, а вложения очень большие. Ну, тут сказать, что это было продиктовано только плохой качественной инфраструктурой, наверное, не совсем корректно. Ну, просто, в принципе, инфраструктура – это то, что окружает, и то, с чем население сталкивается в жизни. Действительно, это дороги, это социальные объекты, да, школы, больницы, это аэропорты. Ну, то есть практически сейчас все объекты инфраструктуры, которые вообще можно только придумать, они все являются по законам объектами государственного партнерства. Есть вопрос не только в том, чтобы… Они могут быть объектами государственного партнерства? Ну, да, они прямо в законе присмотрят, что эти объекты могут быть. То есть те объекты, которые не упомянули, быть не могут, но упомянули огромное количество, практически, не сказать, что черпящие, но довольно широкие перечень объектов инфраструктуры. И это вопрос не только модернизации веткой инфраструктуры, но это вопрос и развития, собственно, инфраструктуры, которая для нашей большой страны, очевидно, является вопросом очень существенным. И действительно капиталоемким, и привлечение небежитных средств, и компетенции частного бизнеса в развитии сложных объектов инфраструктуры, конечно, может только приветствоваться. Вот еще один момент зазвучал, это компетенции частного бизнеса. Да. Почему это важно здесь вот было упомянуть? Практика, которая на протяжении этих лет, там, 15 лет, показала ли, что действительно частный бизнес лучше работает с инфраструктурой, когда вот концессия, когда инфраструктура и частный бизнес, чем государственные проекты? Ну, здесь даже, как бы, тоже оценочные осуждения не всегда грешат неточностью, но, просто понимаете, сама структура проектов, ГЧП, проектов концессионных, она предполагает необходимость эффективного и качественного осуществления строительных работ, реконструкции и эксплуатации объекта. Потому что в этом инвестор, в первую очередь инвестор, заинтересован кровно. Потому что, если он строит... ну, то есть, вы понимаете, да, проект ГЧП предполагает строительство или реконструкцию и эксплуатацию объекта. Если объект построен некачественно или реконструирован некачественно, то заработать на ее эксплуатации невозможно. Вот, поэтому, естественно, инвестор вынужден применять современные технологии, обеспечивающие удешевление строительства, а с другой стороны, не приводящие к тому, что этот объект становится негодным к эксплуатации. Это длинные по времени проекты? Да, проекты длинные. Закон срок максимально вообще не устанавливает, но принято считать, что это 50 лет. В среднем проекты 20-25 лет, понятно, что это зависит от объекта. Длинные проекты, и в этом, собственно, еще есть одна из суевых характеристик КЧП, что, с одной стороны, во-первых, привлекается вне бюджетные деньги, используются лучшие практики частного инвестора, и этот объект не просто строится, он эксплуатируется. Тем же инвесторам? Тем же инвесторам. И в связи с этим еще одна характеристика КЧП, это то, что, упаковывая таким образом проекты, государство снимает с себя часть рисков, и строительных, и эксплуатационных. То есть, по-моему, это, что перед населением будет отвечать публичное образование за некачественную дорогу, но предпосылок у инвестора сделать дорогу некачественную, по идее, быть не должно. Но если мы сравним с обычным госзаказом, то все понимаем, что такая шутка, не шутка, но любой строитель заинтересован в том, чтобы тот объект, который он построит, на следующий день после объекта эксплуатации, разрушился или перестал быть гоним к эксплуатации. Да, да, да. Это как много раз плитку переложить. Совершенно верно. Подрядчик получает опять новый заказ, начинает дальше работать, скорее всего, выберет его уже, потому что он же это сделал, он узнает, как это вести в порядок и так далее. В случае с ГЧП это не работает. В случае с ГЧП, если ты не сделал конечную дорогу, ты не можешь ее эксплуатировать, либо ты несешь убытки на ремонт, никто тебе эти убытки инвестирует не будет. Поэтому, по идее, именно по практике, другой практики нет. Практики нет именно по этому пути, что инвесторы делают достаточно качественные вещи. Да, я напоминаю, что вы слушаете особое мнение Дмитрия Царева, руководителя практики государственно-частного партнерства и юридической компании «Яковлев Партнеры». Мы разбираем очень важный момент, это применение инструмента ГЧП в нашей стране, в нашем регионе, в наших муниципалитетах. Я все равно придерживаюсь пока еще того мнения, что у нас очень плохо и слабо развит этот инструмент, пытаюсь разобраться в этом вопросе вместе с вами, слушателем. Вы сказали, Дмитрий, что инфраструктурные проекты – это основа ГЧП, и тогда логично, что отрасли, в которых оно существует, это там ЖКХ, скорее всего, ЖКХ, да, дорожное строительство. Где больше всего денег? Ну, опять же, по статистике, основная масса денег – это дорожное строительство, и это федеральные проекты. Федеральные трассы, да? Известные проекты, да, это, скажем, трасса Москва-Питера, состоящая из нескольких участков, это западный скоростной диаметры в Питере, вот сейчас отдельные участки пусковые на ЦК до Москвы делаются, поэтому надо основать механизмы, известно всем системам, Платон. То есть это, да, это дорожные проекты, довольно капиталоемкие, крупные, да, деньги основные в этих проектах. По количеству проектов сейчас безговорочно религируют проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это водоснажение, тепло, и это проекты не федеральные, это проекты муниципального уровня. Ну, я вспоминаю сразу нашу практику, перекладываю на наш регион. Концессионное соглашение со скрипом долго обсуждалось и выдавливалось в отношении теплоснабжения. Компания «Т-Плюс» наконец-то заключила это концессионное соглашение. А вот компания «Кировская коммунальная система», которая пыталась заключить концессионное соглашение, в прошлом году вообще вынуждена была уйти с рынка, потому что с ними договор закончился, и на концессию чиновники муниципальные в городе Кирове не пошли, и вернули водоканал в муниципальную собственность, и сами теперь пытаются ею управлять. Одновременно я сейчас посмотрела последние новости, например, в Новосибирске, мы сейчас много говорим как раз о новой отрасли, которая строится и которая будет очень капиталоемкой, это мусорная отрасль, так ее называют в народе. Я вижу, что в Новосибирске правительство работает над заключением концессионных соглашений на 40 лет в отношении как раз мусоросортировки и утилизации, переработки мусора. Это вот отрасль, которая тоже, видимо, сейчас будет много концессионных предложений выходить. Но вряд ли у нас, потому что у нас как раз чиновники в нашем регионе оперируют такими, короче говоря, людям, что нужно, например, мусоросортировку делать обязательно государственной. Вот нужно водоканал вернуть, чтобы он был государственный, потому что это тогда основа и гарантия того, что все будет работать хорошо. Ну, сложно спорить с людьми, которые занимаются этим вопросом профессионально и несут в том числе и персональную ответственность за принятие тех или иных решений. Мы про чиновников сейчас говорим? Да. На самом деле, наверное, никакого трафарета и шаблона нет. Понятно, что каждый проект, его нужно оценивать с точки зрения эффективности, распределения рисков и решать назови делователи. Я скажу просто, Дмитрий, почему чиновники боятся концессии, боятся ГЧП? Ну, есть определенные причины. Ну, во-первых, всем известно, это, в общем-то, и в теории известно, и на практике, что концессионные проекты, если сравнивать их с проектами, реализуемыми по схеме госзакупки обычной, они дороже. Ну, минимум они дороже на проценты и кредитных организаций, и на, соответственно, комиссии, которые кредитные организации берут при финансировании этих проектов. Они в итоге дороже-то для кого? Ну, они дороже с точки зрения, допустим, капитальных затрат. В принципе. Да, то есть, грубо говоря, построить дорогу по стандартной схеме стоит 100 рублей, по схеме ГЧП будет построить 115 рублей. Естественно, вы понимаете, да, если чиновники спрашивают, почему дорога построена за 115, а не за 100 рублей, не все готовы ответить, почему он потратил денег бюджетно больше, чем мог бы потратить и использовать другой механизм. Хотя, на самом деле, ответ на эти вопросы есть. Просто для этого нужно проводить дополнительную работу по выявлению именно ответов на эти вопросы. Есть методики, в том числе утвержденные на уровне правительства, которые предписывают чиновникам, каким образом, в каких случаях, какие проекты использовать, какие механизмы использовать. госзакупку или ГЧПшные механизмы. Правда, этот механизм, они не распространяются пока на концессии, но, в принципе, идеологически они, в общем-то, очень похожи. И там оценка идет с точки зрения, собственно, как раз соотношения затрат и рисков. Риски, соответственно, тоже оцениваются. И в итоге просто простым счетом выявляется, что вот этот проект выгоднее использовать для реализации ГЧП, а вот этот проект выгоднее использовать по госзакупкам. И, в принципе, к чиновникам вопрос не должно быть. Тут внимание, когда задают люди вопросы, ведь общественное обсуждение проходит по разным таким большим проектам. Нам важно тогда, нам, жителям, потребителям, важно задавать вопрос. Окей, вы говорите, что мы экономим деньги, потому что по ГЧП будет дороже, а давайте вы нам расскажете, что будет дальше в течение 5, 10, 15 и 40 лет. В одном варианте и в другом варианте. Покажите нам всю вот эту дорогу. Да, здесь надо, конечно, проводить довольно серьезную аналитическую работу. До недавнего времени был встроен термин, который назывался инфраструктурная ипотека, который так или иначе характеризовал тоже проекты ГЧП. Мне кажется, он довольно на таком, скажем, простом уровне объясняет суть многих ГЧП-проектов. Понятно, что если есть задача в каком-то регионе построить какое-то количество объектов инфраструктуры, и есть при этом бюджетные ограничения, то есть понятно, что проекты, скажем, без использования кредитного рычага, они будут дешевле. Но если у вас нет денег на 10 школ, то, что вы сэкономите 15% или 10% по кредиту банку, вам не решит проблема строительства 10 школ, если у вас денег все равно нет. И тогда вы вынуждены искать источники финансирования строительства именно 10 школ. И вот тогда вы привлекаете банки, вы тогда привлекаете проект на финансирование и строите эти 10 школ, а деньги дают в течение 15-20 лет. Понятно, что это решение должно быть взвешено, ответственно, но сам механизм понятен. Мы тоже переводим на язык простого человека, тоже понимаем, что все хотели бы купить квартиру без ипотеки. Понятно, даже чем оплатить 20 лет непонятно какие проценты. Но, к сожалению, нет такой возможности, и многие люди идут на то, что действительно они берут кредит, они страхуют это имущество и живут в своем жилье, выплачивают за него довольно долгое время платежи. Примерно так же, по идее, должно вести себя рациональное государство, которое понимает, что если действительно этот объект необходим, то значит нужно действительно выбрать банк, который дает наиболее выгодные условия, найти, условно говоря, застройщика, который построит нормально, действительно понять для себя, что эта квартира, условно говоря, какой-то другой объект нужен, и дальше принять решение и идти по этому пути. Я себе представляю просто ситуацию, конечно. Например, планируется построить какой-то такой большой объект, или его нужно реконструировать, потому что трубы дырявые, все как решето и так далее. И дальше чиновники, которые у нас в муниципалитете не удерживаются, вот по дорогам, например, в городе Кирове не удерживаются больше года чиновники, уже там три чиновника сменилось, и дольше не удерживаются. И то же самое правительство происходит в строительной отрасли, в ЖКХ-шной отрасли и так далее. Они держатся по году по полтора, максимум по два, и в этот момент нужно что-то делать, принимать решение, по какому пути идти. Он, зная, что он не будет здесь долго, вот до сих пор так, или там, надеясь, что будет долго, но не уверен, потому что мы знаем, как чиновники слетают со своих мест под разными предлогами, конечно, употребляет вот такой довод, что, ребят, я сделаю дешевле, по ГЧП было дороже. Дальше ты его хоть заспрашивайся, что будет через 40 лет, он не знает, где он будет через год. И ему, с точки зрения политика даже, скорее, а не хозяйственника, выгоднее сейчас показать, это я так рассуждаю, выгоднее сейчас показать, что я, ребят, сделал дешевле. Что будет дальше? У нас, у обывателей, которые плохо разбираются в механизмах ГЧП и госзакупок, и плохо себе видят перспективу тоже дальше пяти лет, а может быть и года, не возникает почему-то вопроса, а не использовать ли вот такой-то механизм. Это первое, что у меня вот возникает в уме, когда я об этом слышу. И второе, а все ли чиновники способны вообще вот эти механизмы, вы говорите, надо просчитать. Компетенции достаточно, разбираются достаточно. И что делает, я не знаю, государство, есть же какая-то программа, КПА и какие-нибудь губернаторов или их замов по ГЧП. Что делает государство, там, федеральные структуры, какое-то федеральное министерство экономики, чтобы вот этот уровень понимания и, там, компетенции в отношении механизмов ГЧП повышать и контролировать, употребляют эти механизмы или не употребляют? Ну, насколько мне известно, несколько лет назад была такая практика, когда губернаторы, если не ошибаюсь, вице-губернаторы, у них в их КПА было требование о реализации ГЧП-проектов. Честно говоря, я не знаю случаев, когда за невыполнение этих КПА были какие-то серьезные санкции в отношении чиновников. Ну, здесь, понимаете, вопрос, наверное, давлением на местных чиновников этот вопрос не решается. Это должна быть их заинтересованность в том, чтобы эти проекты реализовывались. Ну, если мы рассмотрим это глобально, естественно, их заинтересованность должна быть в итоге, чтобы население было довольно предоставляемыми государственными услугами, которые относятся к услугам образования и здравоохранения, и транспортной доступности, и прочих. Ну, все те услуги, которые так или иначе связаны с инфраструктурой. И если получится так, что действительно чиновники будут получать какие-то плюсы за то, что в регионе хорошие дороги, там, не знаю, школы, больницы, мосты, независимо от того, сколько это стоит. Причем я, естественно, не исключаю, что надо считать эту стройку и понимать, способен ли вообще регион эту стройку потянуть в какой-то перспективе обозримой. Но если вот эта вот связь между тем, что у населения есть запрос, он удовлетворяется, и чиновники от этого счастливы, вот если вот этот вот механизм будет запущен, тогда эти проекты будут более успешны, чем происходит сейчас. Это очень важный момент, о котором вы говорите, что чиновники должны быть или могли бы быть счастливы от того, что счастливы население, а не от того, что прилетело сверху. Ну, вы знаете, тут мы уже уходим в область очень глобальных рассуждений, да, не знаю... Но они имеют непосредственно отношение все-таки к экономике в итоге. Не знаю, есть ли у нас корм для решения этих вопросов сегодня здесь в студии, но я думаю, что это, конечно, в идее должно выглядеть так. Как сделать так, чтобы это так случилось? Ну, свою задачу мы видим, в том числе в такой парфетической работе, да, мы просто объясняем, как это можно сделать. Дальше, естественно, каждый чиновник на своем уровне принимает решение о том, нужно ему это делать или не нужно делать. И понятно, что принятие решения у чиновника есть еще масса других KPI задач, ответственности и прочих вещей, которые он принимает в расчет перед принятием решения о том, идти по этому пути или нет. Так вот, это вот интересная история, опять же, возвращаясь к компетенциям, и как не бояться подходить к этому инструменту, да, потому что, еще раз, чиновники тоже находятся все время под домокловым мечом, да. С одной стороны, население все время говорит, вы что-то складываете из своей карманы, потому что дырки на дорогах возникают каждый день. С другой стороны, бизнес говорит о том, что, да, вообще непонятно, вы только своих там приближаете, да, и с кем вы там заключаете договоры. С третьей стороны, чиновники говорят, вот сделаешь с бизнесом какой-нибудь контракт заключишь, скажешь, что коррупция, какие-то у вас тут связи. Не сделаешь, там, что-то сверху еще может прилететь. Это все понятно, что, конечно, здесь сложные всякие механизмы. И, естественно, чтобы это сделать грамотно, а, объяснить населению, почему так, почему консессия хорошо. Б, важно ведь выбрать еще вот этот бизнес этих людей, которые, да, действительно, тоже разбираются, понимают, делают, осознают, как они будут эксплуатировать на долгие годы, и грамотно там выбрать. Вы отлично и заключите все с юридической точки зрения, чтобы не подкопались, и прокуратура тоже была довольна, и здесь ничего не было такого, да. Ясно совершенно, что чиновник может, и даже целое ведомство может не обладать этими компетенциями. Они обращаются к компаниям, которые являются специалистами, и вообще, как эта практика реализуется, когда можно консультироваться, у вас же частная юридическая компания. Вот частные юридические компании, они где здесь вообще присутствуют, на каком этапе могут в качестве консультантов выступать? Ну, на самом деле, чем на более ранней стадии... Я прошу прощения, вот сейчас на этом вопросе мы должны прерваться на рекламу и продолжим. Возвращаемся в студию, это программа «Особое мнение», у микрофона сегодня работает Светлана Занько, а напротив меня Дмитрий Царев, руководитель практики государственно-частного партнерства юридической компании «Яковлев Партнеры». Мы говорим о применениях ГЧП на уровне, там, на всех уровнях муниципалитета, в регионе, в стране, и до перерыва я задала вопрос. Окей, если не хватает компетенции, или мы не можем знать обо всем, мы, там, я чиновник, например, высокопоставленный, который должен принимать решение, по какому пути идти в развитие инфраструктуры государственно-частного партнерства, концессии, или госзакупок, госзаказов, и всего прочего, может быть, даже все мое окружение не обладает достаточными компетенциями, чтобы четко пройти по механизму ГЧП, если даже я считаю, что он эффективен. Могу ли я обратиться к частной компании, или все-таки должен быть в составе, там, моей структуры супергерой, отличный человек, который проведет меня по всем этим, над всеми этими подводными камнями. Как взаимодействуют консультанты, и чиновники, и бизнес, вот, как это все устраивается? Ну, так вот, перед тем, как, собственно, детальный вопрос обсуждать, наверное, надо, вот, за скобки, вынести следующий тезис, что, на самом деле, сложные задачи, они простых решений, как правило, не имеют. Поэтому, если вы собираетесь реализовать проект ГЧП, такой масштабный, и надеяться, что вы сможете это сделать за пару дней, без ошибок и эффективно, скорее всего, это утопия. Значит, по поводу компетенции, да, мы прекрасно понимаем, что ни один человек не Леонардо да Винчи, да, среднестатистический и чиновник тоже, и, наверное, всеми компетенциями во всех отраслях он обладать не может. На самом деле, если говорить о практике реализации ГЧП-проектов, всегда в такого рода проектах присутствуют три рода консультантов. Это консультанты технические, которые знают технические решения, да, по темproduчесм обьяктным структурам, потому что понятно, что аэропорт отличается от вот канала, куча нюансов. Это консультанты финансовые, потому что в основе лежит проектная финансированная финансовая модель, которая должна показать вообще эффективность проекта. И консультант юридический, которые действительно должны какие-то юридические вопросы тоже решать. Без такой команды реализовать проект качественно, без рисков и эффективно практически нереально Есть концепции, связанные с тем, что, например, Сбербанк, как один из активных участников этого рынка, давно-давно уже пытается реализовать так называемые коробочные решения То есть такие типовые консессионные проекты Ну и все бы успокоились, как хорошо, Сбербанк все предоставил Показывает, что это не так просто, как кажется, потому что каждый проект имеет свои нюансы, каждый регион имеет свои нюансы И поэтому использовать такой универсальный подход с минимальными доработками на практике не получается Поэтому, собственно, это один из вопросов, почему проект становится дороже, чем проект, скажем, по обычной газогубке Потому что и оформление этого проекта тоже стоит времени, а время стоит денег Но при этом есть механизмы, которые эту процедуру облегчают Например, довольно успешно сейчас реализовывается механизм, который называется частная инициатива Либо частная консессионная инициатива, либо частная инициатива заключения ГЛЧП соглашения Это ситуация, при которой не публичная сторона является инициатором довольного проекта, а частная сторона И частная сторона готовит условия будущего проекта И с этими условиями будущего проекта приходит к публичной стороне и предлагает ему проект реализовать То есть бизнес пришел к чиновникам Да, уже с готовым решением, которое обосновано в той или иной степени, которое просчитано, которое имеет уже даже определенное юридическое оформление. И дальше чиновники не просто... Можно я вот сейчас вот тоже для себя? То есть вот как у нас обычно бывает. Нам, чтобы просчитать этот проект, нужны деньги на это. Денег в бюджете нет, поэтому мы пойдем по тому механизму, который мы уже знаем. А здесь бизнес берет на себя эти затраты, все обсчитывает, составляет там все эти расчеты, и с ними приходят уже к чиновникам и говорят, вот, рассмотрите, пожалуйста. Таким образом. Да, и на самом деле дальше предусмотрен законный механизм, который говорит о том, что чиновники не просто могут принять к сведению эти расчеты, они обязаны их рассмотреть и принять решение, идут они в этот проект или не идут. Почему они обязаны, я не поняла. На основе требования закона. Закон требования. Закон. Есть ограниченные перечни оснований, которые дают возможность чиновникам отказать в реализации проекта. Если ни одно из этих оснований не подходит, то этот проект должен перейти в следующей стадии. Минуту. Значит, если, например, а, кстати говоря, мусоросортировка и мусоропереработка входят в эти проекты сейчас? Да. Входит. Если есть бизнесмен, компания, которая выполнила все эти требования, просчитала, да, там, да, и она пришла там, что они должны сделать? Они должны направить письмо или как-то документы направить чиновникам? Это специальная форма, установленная по законным актам, заявление о реализации проекта. Это заявление в правительстве идет? Или в мунициплине? Нет, это заявление идет в тот уровень власти, который выполномочен принять соответствующие решения. Подведомственен вот этот инфраструктурный объект? Уполномоченный орган, да. Ты направляешь это заявление по форме, и они обязаны, согласно закону, рассмотреть. И дальше у них два выхода. Либо отказать, но для того, чтобы отказать, должны выявиться основания, прямо как бы червящей печени, которая законно существует. Либо они должны перейти на следующую статью, то есть начать, по сути, рассматривать это заявление. То есть если бизнес подготовился грамотно, то оснований отказать в рассмотрении нет? Ну, основания есть, но они как бы... Ну, основанием является то, что этот проект вообще не нужен, например, да. И если, как бы, ну, опять же, должно быть обоснованно, если вдруг потом этот же проект реализуется на основании, скажем, обычной процедуры госзакупки, тогда здесь возникает резонный вопрос. Вы нам сказали, что этот проект вообще не нужен, и вы там через полгода реализуете на госзакупку. Возникает, конечно, вопрос. Такого плана там три или четыре основания для отказа, довольно понятно. Дальше, если как бы оснований для отказа нет, переходит на следующую статью. Идет обсуждение и уточнение в условии будущего взаимодействия между представителями частной стороны и публичной стороной. Срок на обсуждение не лимитирован, но, в принципе, понятно, что частная страна уж в любом случае заинтересована в том, чтобы этот срок сократить и как можно быстрее согласовать все противоречия, которые могут возникнуть. После того, как этот срок заканчивается и вырабатывается, скажем так, финальная версия условий будущего взаимодействия, информация об этом публикуется на специальном ресурсе информационном, который имеет доступ к неограниченной кругу лиц. И если кто-то из других участников готов на этих условиях работать, тогда эта вся процедура переходит в конкурс. И по конкурсу отбирается будущий частный партнер. Если никто другой на этих условиях не готов участвовать, и с частной стороны, значит, с этим вот инициатором проекта заключается соглашение, ну, консенсионное. Ну, и вот тут риски сразу для бизнеса. То есть он вложился в подготовку документации, прошел через все эти припоны и в узкое игольное ушко в лес, а потом на конкурсе выяснилось, что раз, да. Ну, на самом деле, понимаете, вот когда мы говорим о том, что чиновники, да, не хотят эти вещи реализовывать, да, и видят риски для себя, не надо забывать, что и частная сторона тоже для себя определенные риски видит, и не всегда готовы в проекты входить. Да, риски есть, как бы, да, но надо понимать, что, ну, на самом деле, в мировой практике существуют разные механизмы минимизации вот этого риска, что ты подал заявку, подготовил ее, а потом выиграл другой человек. Ну, тебе в каком-то объеме компенсируется расход на подготовку или еще как-то, но... Это мировая практика. Мировая практика. У нас тоже такого рода инициативы законодательные вносились, пока они ничем не завершились, но, на самом деле, есть это объяснение, потому что посчитать, сколько стоит готовка заявки... Сложно. Сложно, и тут тоже начинают возникать всякие коррупционные вопросы, да, почему это столько стоит, да, может быть, вы готовили заявку только для того, чтобы ее там получить, компенсацию за ее подготовку и так далее. На самом деле, по моим ощущениям и вообще по практике, которые складываются, если действительно инвестор, частная сторона, действительно интересован в реализации проекта, такого рода риск, что выйдет кто-то другой, как правило, частную сторону не останавливает. Ну, надо понимать, что если вы готовите заявку, а у любой третья лица есть там какие-то 40 дней на то, что с ней ознакомиться и схватиться работать на тех же условиях, надо понимать, что, ну, наверное, вы будете готовы к этой заявке лучше, чем у любой третья лица. — А вот все-таки больше сейчас проектов ГЧПшных какого уровня? То, что вы приводили в пример, там, трасса Москва-Питер, понятно, она эксплуатирует, я понимаю, расчет, да, большой поток, понятно, как ты будешь эксплуатировать, например, зарабатывать и так далее. А что может произойти в муниципалитете? Что интересного на муниципальном уровне может быть для бизнеса? — Ну, вот я говорю, основная часть проекта в муниципальном уровне — это объекты ЖКХ. Там есть тариф, понятная, как бы, выручка, просчитанная, да, есть инвестиционная составляющая, и вот, исходя из этого, считается, сколько стоит и стоит ли участвовать в проекте в частной стороне. На самом деле, на муниципальном уровне, ну, понятно, что есть объекты, которые не могут быть, в принципе, в муниципальной собственности, а раз они не могут в муниципальной собственности, они не могут быть объектом концессии, во всяком случае. Вот, но основная масса объектов инфраструктуры, они, как бы, на муниципальном уровне могут быть. Это и школа, там, и больницы, и, на самом деле, есть еще, как бы, практика и возможность заключить соглашение, в котором на публичной стороне будет выступать не только муниципалитет, но и субъект Федерации. Ну, скажем, вот, как раз основная часть вот тех соглашений, которые сейчас заключаются в сфере ЖКХ, они оперативно, с точки зрения закона, должны заключаться с... Одной из сторон должен быть не только муниципалитет, но и субъект Федерации. Правительство Кировской области. Да, особенно в тех случаях, если, и в таком прямо это говорит, в тех случаях, когда тарифы устанавливаются не на уровне муниципалитета, а на уровне региона. Ну, это понятно, да, потому что, если вы устанавливаете тарифы, будьте добры и участвуйте тогда в том, как эти тарифы тратятся. Вот. Соответственно, в принципе, перечень объектов, которые могут быть на муниципальном уровне реализованы, довольно широкие. Ну, вот вы сказали, там, мусоропереработка. В принципе, мусоропереработка тоже, скорее, это вопрос компетенции региональной, но муниципалитета, уже, по крайней мере, представления земельных участков, и тоже одной из сторон соглашения могут поступать. А ЖКХ, школы, больницы, вот сейчас очень такая модная тема, связанная с IT-инфраструктурой. Относительно недавно появились поправки законов, консессионных, которые были усматривать или возможность использования и программного обеспечения, и оборудования в качестве объектов консессии. Так, наше время, к сожалению, закончилось, но я вижу, что по теме ГЧП сейчас изменения в законодательстве тоже обсуждаются, и я вижу, что оно развивается. По крайней мере, недавно, буквально на днях Силуанов заявлял о том, что те предложения бизнеса, которые были озвучены, сейчас прорабатываются и в ближайшее время будет сказано, что мы будем вносить в изменения. То есть от этого механизма не отказываются, а наоборот, наоборот, он развивается. Но это значит, что и повышать грамотность свою в этом смысле должна... Я вот хотела бы все-таки донести до наших слушателей, хотя у вас обо мнении обычно доносят спикеры, что повышать вот эту грамотность должны не только чиновники и бизнесы, но и население, потому что в итоге все эти проекты проходят через общественные слушания, обсуждения. И чтобы в них разбираться и понимать, за что ты там голосуешь или против чего ты высказываешься, нужно элементарно вот такие вещи знать. Я благодарю вас, Дмитрий, что вы нам сегодня разъяснили, такой ликбез провели. Дмитрий Царев, руководитель практики государственно-частного партнерства юридической группы Яковлев Партнеры. Ну а с теми, кто побывал на этой неделе на Неволинских чтениях и правовые всякие моменты обсуждали, мы, думаю, что еще в эфирах нашей радиостанции встретимся и в том числе и узнаем их реакцию на то, что вы рассказывали про государственно-частное партнерство. Спасибо, всем хорошего дня. Спасибо вам, приглашайте еще. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok